Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила ответить на самые популярные вопросы, которые задаете вы. И в последнее время они просто дублируются, поэтому я уже решила записать этих 10 вопросов, которые часто задаются, и ответить в этом видео. И так, я думаю, намного станет яснее для многих из вас. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. И первый вопрос, можно ли работать 90 дней на умове операции без разрешения на работу? Именно 90 дней работать по биометрическому паспорту без каких-либо документов на умове операции, так нельзя делать. Вам все равно, если вы въезжаете по биометрическому паспорту, вы должны иметь освещение, либо зазволение на работу. И тогда вы можете работать 90 дней с приглашением и с договором на работу. Это может быть и умова операции, умова взлицения, умова отдела. Другое дело, когда вы работаете у работодателя на основании ошведшения. И в период действия вот этого ошведшения вы подаетесь на карту временного побыта. Также в этот период подает работодатель документы на зазволение. И если у вас заканчивается виза, либо ошведшение, при этом вы работаете на умове операции, то тогда до момента зазволения на праце, либо до момента децизии, вы имеете право работать у работодателя легально, без каких-либо документов. То есть, пока мистер работодатель делает вам зазволение на праце, вы имеете право работать у него легально, только для тех, кто работал до этого момента на умове операции и продолжает дальше работать. Следующий вопрос, это можно ли прописаться по биометрическому паспорту. По поводу Мальдунка в Польше, то говорится так, что вы должны прожить более трех месяцев на территории Польши, после этого вас могут прописать, и тогда вы можете получить автоматический пэцель. По биометрическому паспорту, если у вас нет ни визы, ни карты временного побыта, тогда вы прописаться не можете. То есть, для того, чтобы вас прописали, у вас должна быть либо карта, либо виза, либо децизия, либо хотя бы штамм в паспорте, о том, что вы подали документы на карту временного побыта, и тогда вас могут прописать. Но я скажу вам по поводу Труймяста, что вот этот последний пункт штампа в паспорте, он не действует. И я знаю, что многие приходили, и я сама лично еще, когда подавала на пэцель, тоже приходила с печатью этой в паспорте, то говорили, что нужна децизия, если нет еще карты, либо нет визы. Как в других районах, как в других воеводствах, это я не знаю, но, как многие говорят, у каждого сколько людей, сколько воеводств, и почему-то, в принципе, законы везде одинаковые, но какие-то нюансы всегда меняются в каждом воеводстве. Поэтому узнавайте лично, но по биометрическому паспорту прописаться вы не сможете. Следующий самый популярный вопрос, можно ли расписаться двум иностранцам в Польше? То есть, не говорим ни о поляках, ни о карте поляка, ни о карте стола и его попы. Тут просто именно два иностранца приехали и хотят здесь расписаться. Да, вы можете, но этот процесс очень долгий. Если хотите, я, конечно, запишу вам видео вообще, что нужно, какие документы, как долго длится этот процесс и сколько это все стоит. И знаю тот нюанс еще также, что те люди, которые расписываются здесь в Польше, у них больше как-то привилегий на, например, взять кредит в банке, на покупку недвижимости. То есть, есть какие-то лояльности, если вы расписаны здесь. Но этот процесс занимает, начиная с того, что взять документы с консульства, взять документы с суда. То есть, очень много разных бумажных волокиты. Но об этом я вам расскажу немножко детально в другом уже видео. Но тот факт, что вы можете расписаться здесь, это да. Вы должны просто обратиться в ужин в Стану Цивильнегу и узнать именно с перечень документов, который вам нужен и вообще, какая ближайшая дата. В Польше нет такого, если вы беременны, то, как в Украине, например, вы можете прийти в этот же день и вас распишут. В Польше такого нету. Беременны, вы не беременны, никого здесь не волнует, есть дата, есть время, вы приходите, вас расписывают. Следующий вопрос. Нужна ли страховка для въезда в Польшу? Да, неважно, едете вы работать, либо едете вы по биометрическому паспорту, либо же как турист, либо на учебу. У вас обязательно должна быть страховка. Если, конечно же, не дай бог, что-то с вами произойдет здесь, то вы можете посмотреть в интернете, найти, в какой больнице вас могут обслужить по вашей страховке. Если у вас нету страховки, тогда вы идете к врачу, к платному, и один визит, начиная от 150 злотых за один прием. Поэтому лучше всего иметь, пусть она вам не пригодится здесь, но на руках у вас должна обязательно быть страховка. Дальше. В течение какого периода должен иностранец ехать на работу, если на руках есть приглашение? Очень многие путают и миксуют разные даты. Каждый говорит ту дату, которая ему удобна. На самом деле, 7 дней от даты вписаны в ошведшение. То есть, если у вас в ошведшении написано 14.07, то есть, до 21.07 вы должны въехать. Если так происходит, что вы не договорились с работодателем, чтобы он вам поставил дату позже, а он вам просто прислал вот сейчас, через 3 дня ошведшение, да, вам дал, и чтобы вы уехали на работу, вы не успеваете сделать визу, тогда вы пишете своему работодателю. И у работодателя есть возможность написать в ужин письмо о том, что вы въедете в течение месяца или в течение двух недель. Тогда вы можете без проблем ехать, и никто на границе не будет вам какие-то предъявы делать, что вы не въехали в течение 7 дней. Самое главное, нужно поговорить с работодателем. Если же так получается, что визу вам открывают не через месяц, а через 3-4 месяца, то лучше всего просто написать работодателю и попросить его о новом приглашении на новую дату. Что касается зазволения на працу, то вообще в течение 30 дней от даты выдачи зазволения на працу, то есть воевудского разрешения на работу, вы должны въехать. После того, как вышло у меня видео о налогах, почему-то мне такое было впечатление, что многие из вас смотрели через минуту, в общем, видео, либо же посмотрели, но сделали свои выводы. И опять очень много началось вопросов по поводу ИФТ-1Р. Ребята, я вам еще раз говорю и повторюсь много-много раз, что если вы находились на территории Польши меньше 183 дней, вам выдает работодатель ИФТ-1Р. ИФТ-1Р, если вы не возвращаете налоги в своей стране, либо нет такой возможности вернуть налогу в своей стране, он никак не влияет ни на дальнейшую визу, ни на дальнейшее пребывание в Польше, никаких штрафов, ну ничего не будет. То есть этот документ выдается всем, кто был не резидентом на территории Польши, потому что вы работали здесь легально. То, что вы не можете вернуть уже в своей стране, как бы польского работодателя, это вообще никак не волнует, понимаете. То есть получая ИФТ-1Р, вы должны обращаться в налоговую по вашему месту прописки в вашей стране и узнавать, как вернуть эти деньги. Я знаю, что сейчас очень много проблем с этим, потому что инспектора, которые сидят в налоговой, просто разводят руками в стороны и не понимают, что это за документ. Звоните на горячие линии, узнавайте, как это происходит сейчас на Украине. Я вообще не знаю, потому что я ни разу не возвращала в Украине, даже с предыдущих работ, в которых я работала раньше за границей, я всегда возвращала в той стране, где жила, где работала. Единственным нюансом, кому еще, может быть, ИФТ-1Р не выдастся, это если вы были здесь меньше 183 дней, но работали на умове обратно, тогда вам дадут ПИД. Так вот, если вам выдают ПИД-11, тогда вы делаете ПИД-37, и вы должны обязательно читаться здесь, на территории Польши, о своих налогах. Также, если у вас там недоплата, то доплатить. Если у вас надплата, тогда вам возвращают деньги на банковскую карточку, либо на почтовый адрес. Еще один момент по поводу налогов, это то, что если вы были больше 183 дней, и получилось так, что вы не принесли справку резидента о Польше, либо же вы не общались с работодателем, он вам ничего не сказал, и просто вам выставил ИФТ-1Р, у вас есть два варианта. Либо пойти в налоговую, взять справку резидента, предоставить это работодателю, и попросить его сделать корректив в ИФТе, то есть, чтобы он вам переделал ПИД-11, если же работодатель отказывается, чаще всего так бывает, тогда с вот этой справкой вы вносите просто ИФТ-1Р в ПИД-37, но скажу, что у вас будет двойное налогообложение, поэтому выгодно ли вам это, я не знаю. Ну, либо еще один вариант, это просто тогда ничего не делать, ничего не возвращать, и в следующий раз просто предоставить своему работодателю сертификат о том, что вы являетесь резидентом в Польше, чтобы в дальнейшем он вам предоставлял ПИД-11. Надеюсь, мы с этим разобрались, но если все-таки остались еще вопросы, тогда пишите их в комментарии. Следующий вопрос, который звучит очень-очень часто тоже, как поменять работодателя, если у вас есть карта побыта уже на руках, то есть, вам закрыли уже дело, вам выдали пластик, вы выдали карту временного побыта, и тут вы понимаете, что вы хотите поменять работодателя. Так вот, у вас есть 15 дней для того, чтобы сообщить ужин о том, что вы увольняетесь с работы, и 30 дней для того, чтобы найти нового работодателя, а также потом подать на новую карту. Если вы этого не делаете, то после вот этих 30 дней карта, как бы она не будет аннулирована, но она будет уже неэффективная, и если узнает об этом воевуда, то есть проверит работодателя, либо проверит вас, то работодателю будет штраф, а вам, возможно, будет депортация. Поэтому с этим, пожалуйста, аккуратно и лучше сообщайте. Почему работодатель не сообщает в ужин праца, хотя они тоже обязаны? Просто работодателям так намного выгоднее, это раз, а во-вторых, просто никто не хочет с этим заморачиваться. Поэтому все в ваших интересах, лучше всего сообщить правильно в ужин, также просто найти другого работодателя, взять документы и подать уже на новую карту. Сколько стоит карта временного побыта для ребенка, для детей до 18 лет, карта временного побыта стоит 340 злотых, а пластик сам стоит 25 злотых. Также очень много вопросов по поводу присяжного переводчика, то есть переводов документов на польский язык, либо наоборот, с польского на украинский, либо на русский. Я вам в инфобоксе оставлю базу, где вы можете найти по городу, по воеводству переводчик, который вам нужен, то есть если вам нужен с английского на польский, либо с украинского на польский переводчик присяжный, то вот в этой базе вы можете их найти в зависимости, где вы живете. Стоимость переводов, конечно, колеблется и от города, и от самого документа, который вы переводите, но, например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка стоит около 45-50 злотых, некоторые мне пишут, что некоторые даже берут 60 злотых, но на самом деле в районе где-то 40-50 злотых эта стоимость. Если перевод, например, водительских прав, то это тоже 40 злотых будет стоить. Еще один вопрос, можно ли переводить документы на польский язык в своей стране, потом привозить их, предоставлять здесь, то нет, нельзя, нужно переводить именно у польского присяжного переводчика для подачи, например, на временную карту побыта, либо на сталый побыт, ну, неважно. То есть вы должны перевести документы на территории Польши. И последний вопрос, можно ли закрыть дело по карте временного побыта и вернуть деньги? Да, дело до момента децизии, вы можете отказаться, то есть вы можете его закрыть. Если же у вас есть уже пластик, сама карта, да, и вы уже не будете приезжать сюда в Польшу, вы можете тоже прийти в ужин, написать заявление, у вас просто забирают этот пластик. Что касается возврата денег, вы тоже можете их вернуть до момента децизии. Если вы после момента децизии, то есть если вам уже выдали децизию, то тогда вернуть деньги нельзя, а до момента децизии вы можете вернуть деньги, также написав заявление на начальника ужинда по делам иностранцев, и вам, как на сайте пишут, в течение пяти лет должны вернуть эту оплату, ну, многих через полгода возвращают эту сумму, некоторых через год, некоторых через три месяца, то есть это тоже опять зависит, наверное, от воевудства. Но еще один момент, вы можете, например, сумму, то есть бывало такое, когда, например, подаешь на карту временного побыта и праце, да, и платишь 440 злотых, понимаешь, что ты не будешь работать, а делаешь тогда по воссоединению, и платишь опять 340 злотых. Так вот, вот эти 440 злотых вы можете перенести просто на следующую подачу, на карту временного побыта. Просто придя второй раз, подавать документы на карту временного побыта, вы пишете заявление, что вы оплачивали 440 злотых, прикрепляете также квитанцию, и тогда вот эта сумма зачисляется вам на ваше новое вот это дело, то есть можно переносить одну сумму на другое дело, но и также можно эти деньги возвращать. На этом у меня сегодня все, надеюсь, видео было для вас полезным, информативным, и я максимально ответила на ваши вопросы. Если у вас еще что-то осталось, то, что вас интересует, пишите в комментариях, и думаю, где-то через 2 недели, уже после праздников, после Пасхи, я сделаю трансляцию, и мы там поговорим с вами вживую, и я постараюсь ее сделать на выходной, то есть это будет либо суббота, либо воскресенье, чтобы побольше людей могло собраться, и посмотреть эту трансляцию, и задать свои вопросы. Спасибо вам, что были сегодня вместе со мной, с вами увидимся уже совсем скоро, в следующих видео, и всем пока-пока!